Сюжет футболисты карьеры полностью вымышлены. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Продолжаем. Итак, сегодня у нас открывается зимнее трансферное окно второго нашего сезона. Я открою ваши комментарии с предложениями, куда мне стоит перейти. И самые популярные мы будем сначала пробовать. Если не получится, будем пробовать в другие команды, потому что в Армении я уже не хочу оставаться. Мы все так же идем на 18-м месте. У нас вроде как 4 сейчас матча осталось еще до трансферного окна. Вот против Хофенхайма, против Майнца, против Вердера и против Униона. То есть вот эти вот команды нормальные еще такие, с которыми мы можем прям побороться. Поэтому давайте начинать. Кстати, Хофенхайм идет выше девятой строчки, на шестой. И мы сейчас играем дома. Поэтому давайте посмотрим, что из этого выйдет. Мы сегодня в старте. Вот такой вот состав у нас, вот такой вот состав у Хофенхайма. Ну что же, Армения против Хофенхайма. Форму сейчас посмотрим. Поехали. Итак, Бундеслига, Шуха-Арена, Армения против Хофенхайма. Мы уже отыгрываем действительно последний месяц в Армении, я на это надеюсь. Но все-таки, мне кажется, в январе мы пару матчей сыграем, потому что вряд ли у меня получится с первой попытки куда-то уйти. Я даже сейчас и не вспомню, какие нам там главные были предложения от вас лично. Там вроде как в Рубин переходить. Так что сейчас мы посмотрим. Итак, отличный сейв. Ну здесь было понятно, куда он пробьет. Дальняя дистанция, поэтому мы даже смогли там, успели. Я думал, сейчас просто в игроках Хофенхайма мяч попадет. Мы успели даже среагировать вовремя. Потому что удар был дальний. Так, вот здесь вот уже опас не будет. Так, ну вот этот удар такой с рикошетом небольшой мы сразу же так забираем через левый фланг. Попробуем начать атаку. И отлично, прям в упор практически был этот удар. Уже в штрафную заходил игрок, но мы вовремя, так сказать, среагировали. И все, заканчивается матч. Нулевая ничья против Хофенхайма. Поэтому меня как бы это устраивает. Мы не пропустили моменты. Возникали у Хофенхайма в атаке. Несколько сейвов мы хороших сделали. Лучшим игроком сейчас узнаем, кто был. Был, кстати, Белфадил из Хофенхайма. Но у него оценка 7-0, так же, как и у меня. Сколько я сейвов? Три сейва сделал при четырех ударах в створ. Я не знаю, там, кого-то пришелся, скорее всего, либо мимо куда-то пробили. Ну так что ничья у нас. Итак, после 13 туров мы все так же на 18-м месте. У нас 3 очка. 4 очка отставания до 17-го места. 73-й рейтинг у нас. Средняя оценка за сезон 6-0. Итак, сейчас у нас выездная игра против Майнца. Они идут, кстати, тоже выше девятой строчки на восьмой. То есть, практически, это такой же уровень, как и Хофенхайн. Но посмотрим, как получится против них отыграть. Вот такой состав у нас. Вот такой у Майнца. У них даже голкипер сейчас на поле хуже, чем я. Поэтому, ну, тут надо, ребят, забивать. Ну что же, Майнц против Армении. Поехали. Итак, Opel Arena. Майнц принимает сегодня Армению. Посмотрим. Пока что вот у нас один матч в сухую сегодня. Из-за одного получилось так. Посмотрим, как сыграем против Майнца. Ну, здесь отлично. Намертво мы прямо забираем этот мяч. Сразу же попробуем вести. Ой-ой-ой-ой. Вот это вот первый, наверное, вообще момент в этом матче. Майнца на 87-й минуте решили только в створ пробить. Опасный был момент сейчас. Очень быстро здесь распасовались. В стеночку так отыграли. С подзащитника практически пробивали. Ну и здесь наше спасение. Кулаками выносим. Там вообще пустая зона была. И все. Снова у нас ничья. Две сухие игры мы провели. Для нас это вообще замечательно. Оценку себе не портим. Сейчас посмотрим, сколько у нас за сегодняшний матч. Ну вот два удара было. А в створ у меня оценка 5.5. Кстати, почему так? Два удара в створ. Все замечательно. Ну вот, пасов. Да, смотрите, у меня было их 7. Четыре только успешных. Поэтому, наверное, надо либо нам не брать на себя игру, либо отдавать, стараться точной передаче. Итак, после 14-го тура у нас 4 очка. 4 очка отставания до 17-го места. Там пока что у нас Аугсбрук. 73-й рейтинг у меня. Средняя оценка за сезон 6.0. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Вердера. Они идут на 16-м месте. Надо, я надеюсь, как-нибудь допытаться их обыгрывать. Шансы у нас вроде как есть. Ну, против нас, кстати, Павленко. 82-й рейтинг. Там он Чонг еще бегает. Поэтому посмотрим. Матч будет очень интересный. Арминия против Вердера. Поехали. Итак, Арминия против Вердера. Третий уже матч с сегодняшним выпуском. У нас пока что 2 нулевые ничьи. Но главное, что мы свой результат показываем. Не пропускаем. Перед отъездом мы из Арминии. Мне кажется, надо сейчас вот о себе хорошо так заявить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как сейчас мы... Вот, я думал, мы отбили. Почему здесь не было ни за счет? Слава богу, офсайт. Слава богу. Ну, просто давайте сейчас посмотрим на этот момент. Я отбил удар Чонга. Посмотрите на рикошете на таком. Вот здесь, во-первых, был офсайт. Слава богу. И смотрите. Я отбил рукой. То есть там еще и мяч. Если бы не... Я не знаю, это рашится вроде бы. Забивал сейчас. Но там даже мяч в створ бы не пошел. То есть я выбил его из ворот. Замечательно. Так, ну отлично. Отбиваем плотный удар. И какой удар мы сейчас вот просто спасаем, а? Плотный в ближний-нижний угол сейчас был. Смотрим еще раз на этот момент. Защитники опять не справились. Ну, здесь мы отлично отбили. Так, вот здесь вот опасный штрафной назначает арбитр. Я не знаю. Ну, будем, естественно, сейчас спасать. Я надеюсь, будет в правый угол бить, чтобы я отбил. Нет, в стенку попадать. Слава богу. Потому что нам сейчас повезло. Подбор за игроками Вердера. Но вроде как мы сейчас спаслись из этой ситуации. Отлично. У Аугсбурга. 74-й уже рейтинг у меня. И средняя оценка за сезон 6.1. Итак, сейчас у нас выездная игра против Униона Берлина. Они идут на 15-й строчке. То есть это чуть посложнее, чем Вердер. Но посмотрим. У них состав, надеюсь, не такой там боевой сильно. Даже галкипер вот хуже, чем мы. Вот. Поэтому посмотрим. Макс Круз, кстати, есть у них в составе. Так что Унион Берлин против Армении. Поехали. Итак, стадион Андер Альтел Форштерей. Как-то так называют стадионы у Униона. Ну что же. Последний матч в 2000-м уже. В 2021 году. Если я не ошибаюсь. Сейчас у нас декабрь. И отлично. Это 1-0. Восьмая минута. И мы выходим вперед против Униона. Капитан нашей команды Клосс забивает. Поэтому сейчас надо удержать наше преимущество. После таких фраз постоянно я пропускаю какие-то нелепые голы. Так что сейчас концентрация должна быть полная. И здесь отлично. Добивание с углового мы подхватили. Быстро ввели мяч. В игру. Но сейчас могли очень опасно нас обратно вернули. И какой удар сейчас был. Лягушку хотел здесь пустить. 22-й номер. Это Штокер. Но мы стояли на страже наших ворот. И отлично отбили подбор. За нами был вообще замечательно. И отлично на последних минутах мы спасаем нашу победу сейчас. И все, друзья. Это наша первая победа. Действительно вот сейчас в карьере за вратаря. Это наша первая победа, когда мы на поле. Обыграли Унион. Наша первая победа в этом сезоне. В прошлом сезоне мы в концовке победили. Но я вроде тогда был на скамейке запасных. А сейчас моя победа личная. Я действительно сейчас защищал наши ворота. Лучшим санитом игроком естественно кто забил. Клосс вроде у него 7.5 оценка. Но и у меня 7.5 оценка. Потому что сколько там было. Вот один удар, один гол. А у нас 5 ударов, 4 в створ. Ну 5 ударов, 4 моих сейва было. Ну супер же. Ребята молодцы. Так что это будет замечательная точка эпопея наверное в нашей карьере. Перед уходом в новый клуб. Так, ну мы все так же на 18 месте. Подбираемся к Аугсбургу. Минимальное отставание до него. 74 рейтинг у меня. Средняя оценка за сезон 6.1. Итак, лучший футболист Азии стал Хай Прокон. Поздравляем его с этим. Итак, Валента стал лучшим футболистом Южной Америки. Итак, 3 января. Я первого отправил предложение в Рубин. Так что мы будем ждать предложения. Но сейчас у нас игра против Ливеркузинского Байера. Ну что же, вы знаете, у нас игра. Поэтому посмотрим сейчас на состав соперника. У них городец. Ну там у них прям боевой такой состав. У нас, кстати, 74 рейтинг вот недавно обновился. Поэтому Байер против Армении. Поехали. Итак, Байерена. Ливеркузинский Байер против Армении. Армения в прошлом туре обыграла Унион. Да, мы вроде обыграли. Посмотрим, как сейчас у нас будет складываться игра. И ждем также ответа на наше трансферное предложение. Которое мы сами лично и отправили. И отлично. Отбиваем первый удар в этом матче. Так, а вот здесь вот просто сейчас нам повезло. Я в левый угол прыгал. Думал, там будет в этот пробивать, в ближний. Пробил в дальний, попал в штангу. Нам повезло. Ну, а этот спокойный удар мы принимаем. Прямо по центру для нас был. И отбиваем удар в упор практически сейчас. Кто это? Паласиус не смог забить. Давайте посмотрим с другого ракурса, как этот удар вообще был. Здесь вот такая вот небольшая подачка была. Но вот здесь вот мы просто перед собой мяч отбиваем. Хотя могли бы и пропустить. Постоянно у нас такое было. Отлично забираем эту верховую передачу. И все. Нулевая ничья. Мы пока что сегодня уже за 5 выпусков, за 5 матчей ни одного мяча не пропустили. Слава богу. Набираем очки. Вообще супер. 5 ударов, 4 в створ. Улучшим игроком матч. Снова признан я уже второй раз за сегодняшний выпуск. Вот. 4 удара в створ. 3 сейва мы сделали. Замечательно. Уверенная игра. И мы поднимаемся, кстати, на 17 место. Это впервые для нас вот такое вот повышение. Мы на равенстве практически. Но вот у нас разница мячей получше, нежели чем у Аугсбурга. У меня рейтинг 74. Средняя оценка за сезон 6.2. Так, вот день переговоров. Внимание. Сейчас мы узнаем, получилось ли нам договориться с Рубином или нет. Отлично. Мы переходим, скорее всего, в Рубин сейчас. Да. Леонид Викторович Слуцкий будет нас тренировать. 742 тысячи евро, я так понимаю, это что, в год? Да, мы вроде в год будем столько получать. И... А как сейчас, что-то я хотел посмотреть, вот я не понял. А, ну сейчас 2022 год. И нас подписывают на 2 года, получается. Ну, мы, естественно, соглашаемся. Вот такой вот состав у Рубина. Кому интересно, вот здесь Дюпин 75. Но у него рейтинг, возраст 34 ему года. Вот есть Медведев 68. Они вроде-ка вот сейчас... А, нет, не продали. Вот Коновалов есть еще 73. Но мы здесь и помоложе будем, и рейтинг у нас получше. Поэтому будем покорять российские поля. Так что это было ваше предложение перейти в Рубин. Самое популярное. Вот Рубин соглашается, и мы переходим в Рубин. Могу сейчас показать. Вот. 46 матчей мы провели за Армению. Как-то так. Что еще здесь могу вам показать? Все вот характеристики. Высокий удар с рук. Поэтому все. Подписывает одновременно сейчас Рубин еще и вратаря сборной Хорватии. Практически основного. Ну что же, состоялся наш переход. Вот в такой форме мы теперь будем играть. Я так понимаю, это вратарская. Мы приехали в Казань. Я так понимаю, Армения же в городе Билдфилд было. Футбольный клуб. Поэтому мы сейчас вот на замечательном стадионе Казань-Арена будем выступать. Посмотрим. Вообще, на самом деле, мне самому интересно. Новый вызов перешли в половине сезона. В первую очередь хочу поприветствовать всех болельщиков клуба Рубин-Казань. Спасибо. Я очень благодарен за возможность выступать за такую команду. Увидимся со всеми вами на стадионе в день матча. Ну что же, Юрий Дюпин, кстати, кто не знал, мой земляк. Вот. Поэтому сейчас попробуем вытеснить его из состава. Новые начинания в клубе. Я не знаю, кстати, как мне смотрится форма. Давайте посмотрим. Вот, кстати, белая такая, белоснежная форма. Красивенькая. Так, ну сейчас еще трансферное окно же идет. Поэтому мы уже реально сейчас со старта начинаем. Да, нас выпускают в стартовом матче против Химок. И, кстати, Рубин идет сейчас на пятом месте в чемпионате России. Мы что-то даже не посмотрели. Ну вот так вот неплохо. Мне кажется, в Еврокубке будет задача сейчас попасть. Так, предпочитаемый номер. Какой мне дали? Мне дали 16-й. Вот так вот. Я не знаю, получится ли у меня запросить первый. Вот. Но все-таки мы получше Медведева, наверное, в рейтинге. Поэтому посмотрим. Так, первый же для нас матч. И сразу же против Химок. Поэтому, надеюсь, дебют будет у нас хороший. Вот. Здесь все хорошие прям игроки. Рейтинги у всех замечательные. Поэтому постараемся. Посмотрим сегодня на самом деле, как будем играть против такой вот команды. Поехали. Итак, мы играем сейчас в Химках. Я так понимаю, да. Здесь уже зима. Прям такая хорошая. В Германии вроде мы еще на хороших таких стадионах играли. Что... Ну и погодные условия были хорошие. Поэтому посмотрим. Наш дебют за Рубин. В российской премьер-лиге. Что-то сейчас мне показали, как мы выходим, кстати. Вот это обильно. Вот у них коф российская премьер-лига. Вот так вот. Мы под каждым и под шестнадцатым номером будем выступать. И какой удар сейчас был от Дениса Глушакова. На мяч мы аккуратненько так забираем. И по привычке нашим через левый фланг будем начинать атаку. И отлично отбиваем удар. Хороший был сейчас момент. Ну и мы спасаем ворота Рубина. Неплохо. Отлично. Еще и кулаками выбиваем. Правда здесь подбор за игроками Химки были. Итак, заканчивается для нас первый матч за Рубин. Мы играем в ничью против Химок. Но на самом деле, ребят, сейчас что-то я вам расскажу, посмотря на статистику. Владение было за Химками. То есть Рубин, по факту, у них состав лучше сейчас, чем у Химок. Но почему-то сейчас мы вот сыграли в ничью. Еще и ни одного удара не нанесли. Значит, это все-таки дело не во мне и не в команде. Действительно, из-за того, что я, наверное, играю за вратаря. И я никак не могу помочь команде впереди. Но это бред какой-то. Поэтому здесь просто зависит все от меня. Либо я пропущу, либо там как-то не получится одним ударом забить. Так вообще ничего они не показали. Три удара в створ. Я в первой игре, кстати, становлюсь лучшим игроком матча. Замечательный дебют в чемпионате России. Супер. После 16-го тура мы остаемся все так же на пятом месте. У нас отставание до четвертого места в три очка. Но мне сейчас что-то кажется, что мы будем потихоньку опускаться. Из-за того, что вот этими нулевыми ничьими, ничьями не наберем никак себе на четвертое место. 74-й рейтинг у меня. А средняя оценка за сезон 7.0. Так, нам, кстати, дали первый номер. Поэтому замечательно. Сейчас у нас еще одна игра. Последняя на сегодняшний выпуск. Против Ростова. Кстати, вот если Рубин бы не принял наше предложение, мы бы перешли в Ростов. Поэтому я даже серьезно не заходил, не смотрел турнирную таблицу. Мы просто так вслепую, можно сказать, перешли. Поэтому Рубин сейчас против Ростова. Домашняя игра. Посмотрим, как мы сыграем дома. Вот он наш состав. Мы теперь под первым будем номером. Вот такой состав у Ростова. Так что мы заряжены. Рубин, Ростов. Поехали. Итак, Казань-Арена. Замечательный стадион. Кстати, на Казань-Арене я был впервые. Это мой первый стадион, на котором я побывал. Правда, на тот момент была там реконструкция к чемпионату мира. По вводным видам спорта. Это был 2015 год. Так что как-то так. Надеюсь, в будущем схожу на этот стадион уже на футбол. Поэтому посмотрим. Может быть, Юрий Дюпин пригласит на футбольный матч. Ну а пока что Рубин против Ростова. У нас первый номер. Замечательно смотрится. Мы номер один в Рубине. Супер. Ростов впервые подошел к нашим воротам. Только 28-я минута. Они впервые решили здесь что-то соорудить возле нашей штрафной. Ну и почти у них это получилось. И отличное спасение. Сейчас полус мог забивать. Какая-то тупая такая перетача была. Навесушка. Защитник головой не достал. Давайте еще раз посмотрим. Вот она закидушка. Десятый номер здесь не достал. Но мне уже оставалось выходить. И слава богу, что полос попал в меня. А не в створ ворот. Но в любом случае мы отбили. Получается, он в меня вообще не попал. Почему сейчас удар от ворот не знаю. Итак. Второй матч за Рубин. Снова мы играем в ничью. Но не пропускаем зато. И это главное. Посмотрим сейчас по статистике. Сколько там у нас. Ну как бы статистика-то равна на самом деле. Вряд ли сам игроком матча. Да, Игорь Коновалов в нашем составе стал лучшим игроком. 7-0 у него оценка. У нас оценка 6-5. Сделали мы один сейф. Так же как и Вор Бабурин. Поэтому у нас с ним оценка одинаковая. Итак. Мы все так же на пятом месте. Ростов, кстати, поднимается потихонечку. У нас отставание в 5 очков до Краснодара. Поэтому нам надо в ближайшее будущее забивать, выигрывать. И рейтинг у меня поднялся. 75-й рейтинг теперь у меня. Средняя оценка за сезон 6-8. Ну что же. Заканчиваем мы сегодняшний выпуск. Ребят, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok